Всем привет дорогие друзья, с вами снова Крюга ТВ. Сегодня мы поговорим о таком танке как ПЗ-3. И в общем-то это машина 4 уровня в немецкой ветке развития. Идет она перед Панцирем 4. И я решил пройти немножко по маленьким уровням и напомнить, что есть вот такие вот прекрасненькие машинки. Недавно на канале было видео по Т-18 и АТ-1. И теперь вот у нас будет Панцирь 3. Конечно там были вторые уровни, а здесь уже четвертый. Но все же я решил напомнить вам, что вот есть такая хорошенькая машинка. Чем же она примечательна? Если честно, я не знаю, что бы ее сильно прям выделяло на фоне других четвертых уровней. У нас есть в принципе довольно посредственное орудие с пробитием в 60 с небольшим миллиметров и уроном в 100 с небольшим единиц. Главное, что оно быстро перезаряжается всего лишь какие-то жалкие 2 секунды. И имеет неплохую точность на ходу. И кстати сведение 1.9, что в принципе довольно неплохо для такого орудия. Итак, что мы имеем еще? Мы еще имеем довольно неплохую броню, как для этого уровня. 50 миллиметров лоп, если с доворотом как-то играть броней, то тогда вы становитесь довольно сложным противником для вражеских машин, особенно имеющих низкое пробитие. Конечно, пушки с пробитием выше 100 единиц пробивают вас без всяких проблем, но те враги, которые не обладают такими серьезными орудиями, будут страдать. И страдать очень сильно. Также у нас есть довольно неплохая скорость, как для довольно бронированного среднего танка на таком вот уровне. И это нам дает в принципе в совокупности довольно неплохую боевую машинку. Главное, что проходится она очень быстро и без всяких проблем. Все же это четвертый уровень. Машина довольно веселая, и я решил ее оставить у себя в ангаре, несмотря на то, что эта ветка давно-давно прокачана. Главное ведь иногда уметь повеселиться. Ну а низкие уровни для этого подходят очень даже хорошо. Ведь на высоких уровнях приходится думать намного больше, чем вот на просто таких вот небольших рубиловых. Ну и конечно же здесь еще есть одно преимущество этого танка, его большая прочность. 600 единиц прочности это, если уж и не рекорд, то во всяком случае очень много на данном уровне. Вон у Мардера на третьем всего 280 очков, меньше чем даже у нас половина. Так что можем радоваться такому исходу обстоятельств. Ну и конечно же, благодаря нашей неплохой скорости мы можем крутить противников, хотя и далеко не всех. Но в этом видео будет подробно показано, как и это делается все. Остается не так уж и много противников, они потихонечку умирать сейчас будут. Но главное, что они и наших забирают, самая главная и самая большая проблема для панциря третьего в этом бою даже есть, это КВ-1. Этот противник очень-очень опасен для нас, потому что орудие у нас не самое пробивное, а орудие с пробитием до 100 единиц очень и очень плохо позволяет бороться с этой бронированной единицей. Броня у КВшки очень хорошая, и наше орудие не позволяет ее пробивать вот так вот просто, за милую душу. Так что нам придется заряжать голдишку на этот случай. Во всяком случае, ее, конечно, можно и с бронебойными снарядами пробивать, но нужно сдать слабые точки этой боевой машины. Чтобы не случилось у нас такой ситуации, когда мы не можем пробить КВ-1, с ним просто лучше не встречаться, а встречаться с кем-нибудь поменьше. Благо и мы не пятый уровень, и не должны, в общем-то, заниматься не нашими делами. Хотя, когда нужно отвлекать на себя противника, панцирь третий может довольно неплохо с этим справляться. Ну и вот вам пример. А-34, пусть и не самая опасная боевая машина, но я ему сбиваю гусеницу, и теперь у него шансов довольно мало. В ближнем бою пушка показывает себя как нельзя лучше, может быть пробитий не так уж много, но зато скорострельный сделает свое дело. Можно не сводясь, прямо в борт напихивать. Пусть пробиваете вы и не всегда, но скорострельность у нас дикая, и этот А-34 ушел очень и очень быстро. Здесь как раз таки мы встречаем вражеского КВ-1, и он уже собирается уходить спать, или может быть в ангар просто так на следующую машину, может быть у него там какой-нибудь ИС-8, есть ИС-7, а он решил покататься на КВ-1. Ну что ж, это наверное не наше дело, и наше дело найти теперь только маленькую Су-76. Кстати, вот эти вот маленькие ПДшки третьего уровня и четвертого, так же как и Су-85Б, очень-очень обманчивы. Вроде смотришь на них, ни жизни, ни брони, ничего нету. А как начнут тебя во все щели иметь с помощью своего мегаорудия на своем уровне, сразу понимаешь, что лучше бы ты с ними не связывался. Поэтому сразу вас предупреждаю, эти машины могут очень сильно огорчать. Броня у панциря не настолько хороша, чтобы выдерживать попадание от пушек этих боевых машин. На самом деле Су-76 и Су-85Б это довольно отдельная тема для разговора. Они не обладают какой-то выдающейся броней, какими-то сверхподвижными характеристиками, как это можно выразиться, зато имеют отличнейшее орудие на своих уровнях. Они могут очень даже неплохо наподдавать жару и четвертым, и пятым уровням. Ну вот как вы видите, прекрасно в крышу она меня шьет, эта сушка, да и в лоб она меня будет шить без всяких проблем. Но главное не это, главное, что ее сейчас сзади заберут. И в общем-то на этом бой закончен, и надеюсь, что вам понравился этот бой и вот эта боевая машина под названием Панцирь-3. Катайте на здоровье, песочница существует для того, чтобы радоваться. Ну а мы и радуемся. С вами был Крюга ТВ, разглядывайте результаты боя, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok